Ребят, всем привет, меня зовут Максим Шубин, мне 22 года, у меня есть диплом о высшем образовании, получил я его в прошлом году, с тех пор активно ищу работу, в принципе, и до этого искал, до диплома, и даже что-то находил без диплома. С дипломом, честно говоря, ни одной работы я не нашел, ни по диплому, ни вообще, скажем так, работы, где просто не помешает высшее образование, техническое образование, экономическое образование, образование связанное с IT, потому что у меня как раз-таки образование связано с IT, моя специальность это бизнес-информатика, моделирование различных бизнес-процессов, типа я должен моделировать различные бизнес-процессы, оптимизировать, находить пути решения с помощью технологичных, так сказать, способов, оптимизировать расходы, уменьшать затраты, в общем, делать бизнес более прибыльным. Вроде бы звучит круто, по-моему, да, но слушайте, когда вот я поступал на эту специальность, мне казалось тоже, что да, прям вот чем-то годным я буду сейчас заниматься, к чему-то я буду правильному учиться в жизни, и вот с этой-то профессией я точно, так сказать, не прогадал, и вот правильно поступаю, и вот в нужную, я так сказать, стезю иду, точно будет у меня хорошая, классная профессия, которая, в принципе, мне будет нравиться и по деньгам, и по самому, так сказать, по самой деятельности, по занятию, чем я буду заниматься, буду делать мир, бизнес лучше, экономней, не знаю, там, больше, чтобы он зарабатывал, лучше развивался и так далее. В общем, так сказать, буду поднимать Россию с колен, так я думал, в 17 лет. В 17 лет, потому что тогда, собственно, я закончил школу, ну и, в принципе, заканчивал школу, и думал, куда поступать. И вот мне казалось, что это правильный путь поступать на бизнес-информатику, ребята, но, проучаясь, наверное, месяц, первый месяц, Многие, кстати говоря, из моей группы ушли по причине их, скажем так, разрушенных мечт об этой профессии, потому что многие ожидали несколько другого, вот, ну и ушли. Я не ушел, я верил, я верил, что бизнес-информатик, вот я доучусь, я буду красавчиком, буду стараться, и, в принципе, я старался, Мне не так легко подавалась учеба в университете, с трудом, с трудом, я не самый был лучший студент-ученик, скажем так. В школе вроде бы не было у меня особых проблем с учебой, даже всего лишь двух пятерок не хватило мне до серебряной медали, То есть у меня было четыре четверки, остальные пятерки, и вот, получается, двух пятерок не хватило до серебряной медали, но, в принципе, это не суть. Я как-то даже, честно говоря, когда в школе учился, я не задумывался реально об этом, что я могу там медаль получить, в общем, не суть. В итоге, ребят, сейчас я вроде как закончил этот вуз, бизнес-информатика, все, прям дошел до конца, получил диплом, но знаете что? Во время учебы я работал, у меня была какая-то работа, я зарабатывал какие-то деньги, я более или менее себя обеспечивал, да, мне как бы еще помогали родители в том числе, Но, тем не менее, тем не менее, я нормально жил, я жил, наверное, как средний класс, может быть, даже чуть лучше в каких-то моментах, аспектах, чем лучше, чем средний класс. То есть я нормально жил, я не нуждался в деньгах, как бы все более-менее нормально было. Да, я не жил богато, но, тем не менее, как-то нормально, я работал там, где мне нравилось, и себя нормально себя чувствовал, скажем так. То есть мне нравилась эта деятельность, и прежде всего, именно деятельность мне нравилась, а не экономический результат от этой деятельности. Теперь же, теперь же, у меня есть диплом, но нет работы. Ну, по крайней мере, нет оплачиваемой работы, скажем так. То есть, как бы, работу можно всегда найти, но вот, чтобы еще деньги за нее платили, еще какие-то, может быть, плюшки были от работы, потому что я за последнее время уже кучу-кучу-кучу-кучу различных вакансий пробовал, читал. И в некоторых более-менее крупных фирмах есть различные плюшки, например, посещение бесплатное или с хорошей скидкой каких-нибудь фитнес-центров, потому что там заботятся начальники о, так сказать, составляющей, очень важной составляющей именно здоровье твоих сотрудников. Это, я считаю, очень важно, потому что если человек более здоров, более активен по жизни, там, спортом занимается и так далее, то я считаю, что и в работе, даже в сидячей он будет более продуктивен. Поэтому это, я считаю, очень даже важно и есть смысл, я считаю, тратить определенное количество денег именно на это, чтобы занимались, потому что это реально крутая тема, если бы, допустим, мне на работе выдали бы какой-нибудь, как это называется, ну, типа, была бы, короче, возможность у меня бесплатно посещать какую-нибудь фитнес-центру. Я бы посещал, потому что это халява, потому что люди любят халяву, тем более спорт, я, в принципе, не против спорта, я почти всю свою жизнь я был за спорт. Да, был там период, когда я что-то как-то подумал, да нафига это надо, на самом деле это был глупый период. Спорт нужен, нужно двигаться, что-то делать как-то вот, чтобы мышцы в тонусе покремились. Я не за какие-то огромные мышечные объемы, это нафиг, я считаю, не надо в обычной жизни, но вот надо быть выносливым, активным. Не было высшего образования, ну, вернее, сам процесс этого высшего образования происходил в моей жизни, но самого диплома нету, этой корочки заветной, я многих. Но робота была, я себя чувствовал более-менее нормально в жизни, я считал, что вот я закончу универ, у меня будет еще больше свободного времени для занятия моей работой, то я буду себя еще, может быть, даже лучше финансовой составляющей себя чувствовать. Но жизнь оказалась не совсем такой, какой вот я представлял. Она перевернулась на 180 градусов, то есть вроде бы я стал более крутым специалистом, то есть у меня, по-моему, уже специальность какая-то появилась, я стал бизнес-форматиком, хотя там, по сути, такой профессии, по-моему, даже нету, то есть ты можешь бизнес-то литиком работать и так далее, в общем, там, крин пойми, кем ты можешь работать. Я, я чуть ли не сбираю, я до сих пор прошу денег у родителей, и это, это больно, честно. Ну, конечно, это даже больше, наверное, больно, наверное, даже для меня, не для родителей, хотя родители у меня не богаты совсем, и даже к среднему классу сложновато их сейчас отнести, ну, все-таки средний класс, наверное, должен зарабатывать, ну, если ты в России живешь, то как минимум, как минимум, даже если ты живешь в какой-то провинции, где, собственно, и родители живут, ну, не знаю, хотя бы 1035-то должны, наверное, зарабатывать, да, хотя бы, каждый из членов семьи, хотя бы 1035, мои столько не зарабатывают, так что намного меньше, как бы, то есть я примерно знаю, сколько они зарабатывают это, может быть, кому-то это будет полезно, может быть, кто-то задумается, кто-то, возможно, сейчас в выпускном классе, может быть, в девятом классе, ну, в принципе, тоже в какой-то степени выпускной классе, но, тем не менее, короче, ребят, задумайтесь, вообще, нужно ли вам высшее образование? Я не против высшего образования, вот, чтобы вы понимали, я не против высшего образования, я против течению стереотипа, течению какому-то общепризнанному, то есть я как раз-таки подался этому, ну, то есть, типа, школа, ну, типа, детсад, правда, детсада у меня особо не было, Макс Клевен, привет, детсада у меня особо не было, но, тем не менее, то есть там, детсад, школа, универ, не знаю, там, армия, работа, жена, семья, внуки, смерть, труп, охраны, слезы, ну, типа, вот такого. Я, видимо, всему этому поддался и пошел в универ, на самом деле, я не знал, куда идти, когда мне, вот, было 17 лет, я закончил школу, я пошел что-то как-то где-то работать сразу, то есть летом пытался, ну, потому что мне плохо было из-за того, что я ничего не делаю, я нигде, ну, то есть, у меня социальный статус был, я никто, скажем так, вообще никто, то есть я не студент, я не абитуриент, я просто закончил школу, все, у меня ничего нету, у меня какой-то страх появился, я пошел что-то делать, там, ну, правда, особо работы не было, потому что я все-таки жил в деревне тогда, и пытался что-то каким-то разнорабочим, там, пытался на пилораме какой-то работать, еще где-то там, отец мне тогда еще более или менее. Такое представить, лет 30, ну, вот, по крайней мере, учителя, которые меня учили, они как раз-таки высшее образование свое получали лет 30, 40 даже назад, некоторые, в ком, даже 50 лет назад, и они меня по-другому учили, то есть, вот, если ты пойдешь в универ, ну, в институт, какое-то образование получишь, что вообще без Б у тебя будет работа, ну, может быть, не прям сразу, но, по крайней мере, через месяц, через два, уж точно ты найдешь работу. И, в принципе, те люди, которые, какие-то мои знакомые чуть постарше, которые закончили или заканчивали универа, они достаточно быстро находили работу, да, порой они через каких-то знакомых, порой как-то, вот, не знаю, со времен универа еще какую-то работу находили, и потом, как бы, уже более-менее приличная работа не становилась, но, в моем случае, это несколько по-другому было, потому что я, я работал на себя, и, как бы, ну, вроде, вроде нормально себя как-то чувствовал, но, 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 что-то потом пошло не так, потому что работа, какая-то деятельность, которая приносит, не знаю, кому-то удовольствие, кому-то, наоборот, но все-таки приносит главное, главное, это какой-то финансовый составляющий, потому что человек это единственное существо в мире, которому необходимо делать, чтобы прожить, без этого никак, поэтому это очень важно, это очень важная составляющая, и об этом можно, нужно говорить, об этом не стыдно говорить, возможно, немножко не, не красиво говорить о том, кто сколько зарабатывает, но, честно говоря, кому, почему нет, вот я, как бы, к этому достаточно нормально отношусь, когда меня спрашивали, сколько я зарабатываю, в принципе, я говорил без проблем, хотя, возможно, если бы я зарабатывал какие-то прям нормальные такие деньги, от 100 тысяч и выше, я столько никак просто не зарабатывал, подчеркиваю, ну, скажем так, большие, реально большие деньги, то, возможно, как-то я так, ну, типа, ну, нечего я так, так, что-то делаю, как-то, в общем, я бы не как-то уходил от этих ответов, сколько я зарабатываю, скорее, возможно, возможно, не знаю, но для меня это не было какой-то проблемой сказать, сколько я зарабатываю, я, я все равно точно не знал, потому что не было у меня фиксировано какой-то оклад или и так далее, я примерно понимал, сколько я зарабатываю, сколько примерно трачу и в плюсе или в минусе, обычно я всегда был в плюсе, то есть, ну, в плане, сколько я трачу, я тратил обычно меньше, чем зарабатывал, И благодаря этому я мог, допустим, комп купить себе через какое-то количество времени, смартфон себе купить, что-то еще, может быть, купить, одежду, да. Я мог себе это купить. Я же не покупаю это регулярно, да, то есть это не входит в мою обычную потребительскую корзину. Но это так, от случая к случаю. Причем, например, тот же смартфон, я бы покупал себе топовый флагманский смартфон, который бы, по сути, ну нахрену же, ну типа, камон, обычному человеку, который нету лишних денег, я бы точно не стал его покупать. Например, сейчас я в подобной, в принципе, ситуации, наверное, нахожусь, то есть, как бы, оу. Продолжение следует...